Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня в Ленинском районе стартует благотворительная акция под названием «Благовидная». Ее целью является сбор средств для детей-инвалидов. Сегодня в студии мы с нашими гостями будем вспоминать, как эта акция прошла год назад и какие мероприятия нас ждут сегодня. Но начнем мы с сюжета об одном из детей, для которых и будут собираться сегодня средства. Аккуратно на мысочках Лиза делает свои неуверенные шаги по комнате. Маленькие ножки плохо слушаются, рядом самые близкие. Сейчас Лизе 8, в развитии она значительно отстает от своих сверстников, но мама и крестная надеются на лучшее. Диагноз гидроцефалия врачи поставили Лизе в 3 месяца. Головной мозг девочки стремительно начал расти из-за скопления в нем жидкости. Провели несколько операций и шунтирования. Стали с ней в больнице, у нее в сутки заходило до трех литров банка. Очень много воды выходило. И вот головка перестановилась расти. С того момента, как сделали, ей голова перестала расти. Потребуется ли еще операция, покажет время. Девочке нужно подрасти. А сейчас ей необходим каждодневный массаж, лечебная физкультура и занятия с дефектологом. Занятия очень дорогие. Мы делали с вами курс массажа, нанимали, но все равно этого очень мало. Сколько стоит курс массажа? Полторы тысячи. Один? Один. А сколько нужно? Ей вообще надо в течение полугода. Каждый божий день делать. Вот так каждый день все вместе они собираются на прогулку. Это стало возможно благодаря специальной коляске. Но и ее уже давно пора заменить на новую. Сейчас она деформируется от того, что мы деремся, брыкаемся, нам же надо двигаться. Ну, а так все. Ступенька за ступенькой они преодолевают препятствия и борются с болезнью. Ирине во всем помогают родители и поддерживает старшая дочь Вика. Получается, все 8 лет я нахожусь по уходу за ребенком. Не работаю. Очень тяжело. Еще раз повторюсь, мне очень помогает моя мама, потому что какие-то личные, ну, как там, сходить в поликлинику, еще что-то. А оставить ее не с кем, из-за этого как бы, ну, бабушка постоянно у нас такая нянечка прям наша, спасительница. Мне кажется, нет больных детей, есть дети особенные. Когда она начала переворачиваться и кружится по своей кровати, это вообще как для всех радость. Врачи говорят, что все будет хорошо. То есть, если изначально, когда нам только поставили диагноз, нам говорили, что такие дети не живут, ну, как бы долго, но все хорошо. Мы живем, мы радуемся жизни, мы активные, но все очень хорошо. Ну, надеемся, будем ходить, бегать. На свежем воздухе Лизонька успокаивается и любит вздремнуть. Погода хорошая, а значит, сегодня ее не мучают головные боли. Сейчас важно не упустить момент и ежедневно проводить процедуры девочки. И, возможно, в скором времени маленькие хрупкие ножки самостоятельно будут ходить по этой детской площадке. Это главная мечта мамы. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Итак, в Ленинском районе стартовала акция по сбору средств для детей и инвалидов. Об одном из них мы только что рассказали сегодня. В этой акции может принять участие каждый из вас. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 3434, написать слово «помогаю» и сумму от 50 до 5000 рублей. Сейчас я хочу представить гостя, который находится у нас в студии и который имеет непосредственное отношение к этой акции. Впервые она была проведена ровно год назад. Это мама Василия Мотовилова, Марина Иванова. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Как раз именно для вашего сына год назад собирались средства. Скажите, каково это чувствовать, когда внимание тысячи людей приковано к вам, к вашему сыну? Вы даже себе не представляете, какая огромная радость в душе, потому что когда ты остаешься один на один со своей болью, когда ты постоянно находишься в расписаниях лекарства, клиника, занятия, массаж, чтобы поддержать ребеночка, конечно, нужен моральный подъем и радость в жизни. Вот это общественное внимание, это любовь людей, их посильная помощь позволили воспрять духом, получить вот ту зарядку, ту поддержку, какие теплые слова, мы слышали свой адрес, какие смс-ки нам прислали, я читала их сыну, мама прям так плакала. Мы каждый день радовались, мы перечитывали всю ту информацию, которая поступала в наш адрес. Это огромная радость. Скажите, а как это все начиналось, с чего? Вы знаете, это какое-то чудо господнее, потому что мы не ждали ниоткуда помощи, мы двигались вперед, семья сплотилась вокруг ребенка, и мы жили в жестком таком графике, мы спали буквально по три часа в сутки. Очень сложно у нас была ситуация, очень критическая. Он был ослаблен сильно химиотерапией, и мы смотрели только на него. Но вокруг оказались добрые люди, прозвучал звонок, и нам предложили поучаствовать в акции. Мы даже не представляли, чем это может обернуться, потому что мы первый раз столкнулись с такой ситуацией. Конечно, это великий праздник. Радость и счастье, что ты не один в этом большом мире, что все хотят тебе помочь. У вас наверняка большой круг общения, врачи, знакомые, также, может быть, люди, у которых дети с ограниченными возможностями здоровья. Скажите, что они думают об этой акции? Каково их мнение, какова их реакция была год назад? Я считаю так, мой девиз такой, успех одного, радость для всех. Ваша помощь, она была безгранична для нас, и морально, и финансово, потому что деньги пришли в нужный момент. Мы закончили лечение успешно, Василий сейчас развивается. Да, есть трудности, есть побочные эффекты после химиотерапии, но ребенок жив, он улыбается, он радует нас, радует окружающих. Я как раз хотел узнать, как себя чувствует Василий? Вы знаете, в связи с погодными условиями, сейчас у нас холодное лето, мы немножечко подпростыли, но мы стараемся держаться, это может быть с каждым ребенком. Мы ему уделяем особенное внимание, он у нас занимается, мы стараемся догнать своих сверстников, учитывая первый диагноз у нас аутизм, кто сталкивался с этим, тот понимает, что ребенку этому нужна только любовь. Нужна положительная социальная среда, где его будут любить, и эти дети раскрываются. У них феноменальная память, главное, предоставить ему возможность открыться. Кстати, я еще раз хочу напомнить, что любой из наших зрителей может принять участие благотворительной акции, которая стартовала сегодня в Ленинском районе, акции по сбору следств для детей-инвалидов. И, соответственно, вам нужно отправить смс на короткий номер 3434, написать слово «помогаю» и сумму от 50 до 5000 рублей, то есть то, что вы можете отправить ребенку. Марина, скажите, а как по-вашему меняется ли отношение общества к детям-инвалидам? Я считаю, что сейчас общество больше повернулось к проблеме людей с ограниченными возможностями, потому что это не только инвалиды детства, они же вырастают. Есть вопросы с реабилитацией этих людей в социальной сфере. У меня есть очень большая мечта организовать рабочие места в нашем городе для родителей детей-инвалидов и для выросших инвалидов. Такая вот небольшая мечта открыть гончарную мастерскую, чтобы мы могли делать тот продукт, который прославит наш город и позволит возможность дать детям смотреть уверенно в их будущее, что он не инвалид детства, а что он полноценный член общества, что он уже может сделать все сам. Это важно. Мне хочется только пожелать удачи вам, естественно, пожелать счастья вам, вашей семье. Я напомню, что у нас в гостях была Марина Иванова. Это мама Василия Матавилова, мальчика, для которого ровно год назад как раз всем миром, как говорится, собирали средства на благотворительные акции. Сегодня для тех, кто присоединился, я напомню, что стартовала благотворительная акция в Ленинском районе, в которой может принять участие любой желающий. Для этого вам нужно отправить смс на короткий номер 3434. Мы прощаемся с вами, Марина. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А сейчас мы посмотрим сюжет еще про одного ребенка, для которого и будут собираться средства в этой акции. Каждый день Татьяны Макаровой словно дежавю. Домашние заботы поглотили 50-летнюю женщину. Кто-то скажет, обычный распорядок домохозяйки. Только у этой домохозяйки сын с тяжелой формой психического расстройства. Он сам не ест? Давай, держи. Давай кушать. При рождении Миши поставили два диагноза. Детский церебральный паралич и порог сердца, которые позже не подтвердились. Множественные походы по врачам показали. Мальчик страдает психическим расстройством. Он не разговаривал, но родители верили, что вылечат ребенка. А в 12 лет у него развелась эпилепсия. Вот резко, просто раз, упал и все, эпилепсия. И вот с этих пор у него психическая форма, эпилепсия. И вот я с этим мучаюсь. Поэтому если я ему влекаться, допустим, вовремя дам, у него могут судороги начаться. Поэтому я постоянно нахожусь рядом с ним. Иногда приходится отлучаться. Ну куда деваться-то? Работать Татьяна не может. Муж по причине здоровья тоже временно безработный. Помимо Миши в семье еще двое детей. Денег, конечно, не хватает. В феврале этого года мальчик попал в больницу, где заработал пневмонию. И без того ослабленный ребенок был на грани смерти. В семье пришлось потратить все сбережения, чтобы более или менее поставить Мишу на ноги. Татьяна жалуется, ему бы есть вдоволь, да вот только холодильник пустой. Ну что у нас на данный момент? Кефир, который необходим ребенку, у нас отсутствует. Дочка сегодня в гостях побывала, тортик привезла. Вот она все-таки любит своего братика очень сильно. Вот она ему творожки привезла. Ну а вот Мишины лекарства, вот эти слабительные, которые ему необходимы при случае экстренных. Морозилка у нас, конечно, пустая. Мяса у нас тут отсутствует. Хотелось бы забить его полностью, чтобы все-таки что-то было. Помощи семья не получает. Лишь однажды соцзащита помогла крупной суммой денег. Лекарства, которые жизненно необходимы Миши, дают через раз. Поэтому приходится покупать их на свои средства. С подгузниками тоже беда. Долгое время их вообще не выдавали. Сейчас они есть, но плохого качества. От этого в квартире присутствует неприятный запах. Я бы, конечно, хотела, чтобы нам памперсами, это нормальные памперсы были, вот не вот это, чтобы было, вот чувствуете, да? Вот, потому что лекарства мне не приходилось покупать, потому что я говорю, лекарства у нас сейчас, я говорю, вот гиппакин я поеду сейчас опять выписывать ему, а остальные я не смогу выписывать, потому что их нету в поставке. Придется опять ехать покупать. Татьяна, ну а такой вопрос, как определить Мишу, может какой-то оздоровительный оценок у вас не стоит? Вы знаете, я раньше в соцзащиту обращалась, чтобы его определить, чтобы я могла его забирать на выходные. А мне сказали, нет, вы знаете, его лучше отдать, и там нельзя его забирать на целый день. Мне предложили, чтобы я от него отказалась, и все. А я говорю, нет, вы знаете, я лучше пусть он дома у меня будет. Несмотря на такую трагическую ситуацию, Татьяна не опускает рук. В будущее смотрит с оптимизмом. Говорит, никогда не откажется от сына, ведь главное – это жить в семье, среди родных и любящих людей. Утешение мама особенного ребенка нашла в творчестве. Мастерит подделки из пластика, в ее коллекции десятки фигур. А еще верит в Бога и в то, что все будет хорошо. Если бы я не верила, мне кажется, я бы… Зачем жить для этого тогда? Потому что всегда надо верить в хорошее. Как бы не было тяжело в жизни, надо идти вперед и надеяться на лучшее. Вот самое главное в жизни. Каждый год на протяжении 15 лет в новогоднюю ночь Татьяна загадывает одно и то же желание, чтобы Миша заговорил. Женщина уверена – надежда умирает последней. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Доброе утро всем, кто только что присоединился к нам. Я напомню, что сегодня в Ленинском районе стартовала акция, целью которой является сбор средств для детей-инвалидов. Принять участие в ней может практически любой желающий. Для этого вам нужно отправить смс на короткий номер 3434, слово «помогаю» и сумму, которую вы готовы поделиться. Она может составлять от 50 до 5000 рублей. Акция стартует здесь, в нашей студии, в прямом эфире телеканала «Видное ТВ». С нашими гостями мы обсуждаем, как эта акция проходила год назад и какие мероприятия нас ожидают сегодня. Очередной гость в моей студии – это Андрей Букин-эколог. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлом году вы тоже принимали участие в акции, но довольно необычным образом. Я, насколько знаю, вы стали основателем так называемого Васильевского сада. Возможно, кто-то из наших зрителей не знает об этом. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за сад и благодаря чему он появился в нашем районе. Ну, благодаря чему. Город Видное – это город-сад, это издавна, это первоначально было. И в честь благотворительной акции конкретного ребенка Василия был заложен в Васильевский сад. Это посажены деревья в усадьбе Расторгуево. То есть это очень знаменитое место, царские земли. И ранее там были. То есть этот сад был посажен ради продолжения, наверное, жизни человека. То есть издавна сажали, принимали участие многие жители. И, конечно же, всем было бы интересно, как себя чувствуют. То есть узнать результат этого. Я могу сразу сказать, что все деревья, как это ни странно, выжили. То есть они именные, там таблички у каждого, кто сажал. И я надеюсь, что сегодня это все увидят, потому что очень приятно, когда ты посадил, и видишь, что это вот именно продолжение. Сажали дети, сажали ветерана, сажали разные люди. То есть вот этот момент, он очень важен, когда мы можем сохранить вот это вот все, что мы делаем. И сделали это ради одного ребенка, вот конкретно Васи. Будет приятно, если он сегодня увидит, посмотрит. Будем надеяться, что он цветет. И даже не будем надеяться, он очень обильно цвел, хотя деревья очень молодые, но цвел он замечательно. То есть урожай в этом году можно ждать? Да, да. Как это ни странно, уже в этом году значит Васильевский сад принесет первые свои плоды. И плодов будет очень много. Это вот такая приятная новость, что вот взяли, заложили, а на следующий год будем собирать урожай. Такого практически не бывает. Еще чем бы я хотел сегодня отметить вот этот вот благотворительный марафон, это тем, что именно сегодня значит взошло семя лотоса. Ему всего несколько часов. Значит, семя лотоса может пролежать 10 лет, 100 лет. С пирамиды Хеопса достали семя и прорастили. То есть такого не видел никто. И именно сегодня, вот в день благотворительного марафона, вот взошел этот лотос. В принципе, если его оставить, можно будет наблюдать, как он достаточно быстро растет. Если он сейчас вот такой, то к вечеру он уже будет более большой. Также мы сегодня вот там, в Васильевском саду, это около пруда, значит, сам пруд, теперь, если по Яндексу посмотреть, называется лотос. Все это не случайно, как говорится. Кстати, да, вы же где-то буквально через час отправляетесь как раз туда. Да, мы поедем туда. И, как я понимаю, там будет проходить какое-то мероприятие. Скажите. Мероприятие будет такое, значит, хотелось бы рассказать, как в дальнейшем ухаживать детям. В первую очередь детям, к сожалению, взрослые не знают, многие, как ухаживать за фруктовыми деревьями, за садом, чтобы его сохранить на долгие-долгие годы, и чтобы он давал постоянный урожай. Ну и, видимо, вот если погода позволит, дождя не будет, покажем, как детям, как обрезать деревья, взрослым тоже это интересно, вот как сформировать ту или иную яблоньку. Если дети захотят, они это также примут участие, ну, по крайней мере, будут знать. И заодно мы посадим эти лотосы прямо тут же на берегу, посадим лотосы, фрут лотос. Ну, помимо, так скажем, мастер-класса, я так понимаю, там будет какая-то еще развлекательная программа для детей. Да, будет, значит, сейчас установят там музыку и будет детская развлекательная программа. Скажите, правильно я понимаю, что смысл, основной смысл всех вот этих действий, да, есть вот такая избитая фраза, дети цветы жизни. Видимо, вы стараетесь придать ей какие-то реальные очертания. Я бы ее немножко переделал бы. Дети плоды жизни. то есть это тот плод, который мы храним и, как говорится, в дальнейшем он вот как бы это продолжение рода, все в природе взаимосвязано, поэтому вот как бы и цветы, и плоды, и это наше будущее. То есть не будет нас, будут продолжать наши дети, если мы их правильно воспитаем, им поможем, поставим на ноги. Если у них будут сады, значит, у них будут яблоки и не по 100 рублей, то есть доступные яблоки. Отлично. Спасибо большое за такой объемный рассказ. Спасибо за то, что вы проводите подобные акции. Я напомню, что в Ленинском районе стартовала благотворительная акция, в ходе которой мы собираем деньги для детей-инвалидов. В ней может принять участие каждый желающий. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 3434, написать слово помогаю и сумму, указать сумму от 50 до 5 тысяч рублей. У нас в гостях был Андрей Букин, эколог, один из людей, который основал так называемый Васильевский сад и рассказал нам сейчас об этом. У нас в гостях еще будут люди, которые расскажут о том, как проходила эта акция год назад и что нам ждать в этом году. А сейчас мы посмотрим сюжет еще про одного ребенка, для которого будут собираться сегодня деньги. Его зовут Максим. Джульет, четвертый раз выключили свет. Иди, выключи все с розеток, а то все сгорит. Соседи в этом доме дружные, жизнь заставляет. Хотя назвать это строение домом не поворачивается язык. Барак был построен в 40-х годах, но даже тогда, как человеческое жилище, не рассматривался. Это был загон для овец. Сейчас место проживания многодетной семьи. Ну, какая же из бараки очень сыра на самом деле. У нас есть муравьишки, улиточки. Ну, в общем, такие насекомые, которые борьба постоянно происходит. Дети болеют постоянно, потому что сыра действительно очень сыра. Выключается постоянно свет у нас вот сегодня за день 4 раза, например. Теперь внимание. Кварплата за это обиталище составляет 8 тысяч рублей в месяц. И еще одно. Александра не работает, потому что сидит с Максимом, ведь ему нужно круглосуточное и ежеминутное внимание. У нас очень много заболеваний, на самом деле. Основные это органическое поражение ЦНС, центральной нервной системы. Это микроцефалия, это гидроцефалия, это тяжелая форма ДЦП, задержка, естественно, развития, речевая, психомоторная. Максиму 8 лет, но развитие у него годовалого ребенка. Он не говорит, не ходит. Весь мир умещается. Для него вот в этой кроватке манежи, и проводник в нем лишь тепло маминых рук. Нам ставили уже три даты смерти, сейчас нам поставили 9 лет, что до 9 лет он доживет, и как бы все. Но мы в это не верим, потому что он живучий, так он жить хочет. Но он радостный, но он держится за жизнь, поэтому думаю, что он будет жить. Что такое мужество? Это доблесть воина? Или отвага пожарного? Бесстрашие канатоходца? Посмотрите в глаза этой молодой женщине. Кроме Максима у нее еще двое детей. Дочери 4 и 15 лет. Все четверо они живут в одной комнате. Бывший муж не помогает совсем ввиду уже другой болезни алкоголизма. Единственный источник дохода семьи это пособие на Максима. Оно составляет 12 тысяч рублей. Как выживает она? Где черпает силы? Я сейчас, к сожалению, совершенно одна осталась. И друзей мало, потому что я все время дома прикована, я не могу никуда ходить. Такой ребенок это тяжело. Люди не приходят, иногда бывает, потому что не расстраиваются от того, что такой ребенок. А я улыбаюсь, ну как бы мы держимся. Вот так. Ну и наконец о потребностях. О том, что так необходимо, но так недосягаемо. На самом деле сейчас пока лето, нам гулять. Нам нужна очень хорошая коляска, конечно. Потому что мы вот недавно купили коляску, ну на свои средства я копила, конечно. Долго мы откладывали на нее, мы ее приобрели. Но она очень неудобная, она скользит, то бишь он с нее падает, ему надо, потому что были специальные ремни, специальная подставка для ног, держатели. Ну в общем, нужна такая хорошая, добротная коляска, которая стоит почти около 100 тысяч рублей. Коляска, это лишь вершина в огромном айсберге потребностей Максима. Среди прочих курс массажа стоимостью 35 тысяч рублей, медикаменты, подгузники, различные виды терапии, все это Александра перечисляет так, как будто говорит о туманности Андромеды, соседней от нас галактики, о чем-то существующем в природе, но недосягаемом. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ. Добрый день всем, кто присоединился к нам сейчас. Напомню, что сегодня в Ленинском районе проходит акция, благотворительная акция по сбору средств для детей-инвалидов. У нас в студии мы с нашими гостями вспоминаем, как эта акция проходила год назад и выясняем, какие мероприятия нас ждут сегодня в День защиты детей. Напомню, что в акции может принять участие любой желающий. Для этого вам достаточно отправить СМС на короткий номер 3434, написать слово «Помогаю» и указать сумму от 50 до 5000 рублей. А у нас в студии очередной гость это директор Дворца спорта «Видное» Александр Дмитрашко. Здравствуйте, Александр. Доброе утро. Скажите, что именно для вас этот день, День защиты детей? День защиты детей как таковой это праздник и повод, который напоминает нам, родителям и взрослым в первую очередь, что мы в ответе за детей, которых мы воспитываем, которых мы создали и дали жизнь в этом мире. Я, как любой родитель, у меня двое сыновей, Вова и Дима, естественно, воспринимаю то, что мы обязаны дать им все возможное. Это и образование, и воспитание, и хороший путь в жизнь. И, естественно, мы всегда беспокоимся о их безопасности. Это и безопасность здоровья, и безопасность жизнедеятельности в части безопасности движения, перехода дорог. Это повод, это очередной повод вспомнить о том, что мы должны больше уделять времени нашим детям. Спортом они у вас занимаются? Да, у меня пока что довольно маленькие детки, одному два года, другому четыре, но четырехлетний старший сын, Вова, он очень склонен к гимнастике. У меня дома висит турник и кольца, он на кольцах уже сам подтягивается и делает выход силой. Вернемся к нашей акции. Сотрудники Дворца спорта «Видное» неизменно принимают участие во всех мероприятиях, которые проходят во Дворце спорта. Расскажите сегодня, как они будут помогать? Праздник, начало которому было положено в прошлом году, начали отмечать его во Дворце спорта. Это был один из первых масштабных мероприятий, где сотрудники Дворца были организаторами каждой площадки, несли непосредственно ответственность за данное мероприятие. Тут активизировались все, не только те люди, которые регулярно отвечают за различные мероприятия, но это и инженерная служба, и техники, и рабочие. Все хотели принять участие, все хотели помочь деткам, каждый делал что мог. Кто-то был волонтером, кто-то встречал, кто-то регистрировал, кто-то вызвался проводить мастер-классы. Сегодня точно такая же картина, мы все работаем во благо этого праздника, будем очень рады, и с удовольствием пригласим гостей и района, и города на этот праздник, который пройдет сегодня во Дворце. Вот такой, может быть, немножко нескромный вопрос. Скажите, а финансово они помогали? Есть такая информация или нет? Есть такая информация, каждый жертвовал сколько мог, то есть, где-то порядка 10-20% сотрудников высказали желание оставить средства в фонд в марафон в прошлом году. Вы упомянули, что сегодня, в общем-то, тоже в честь Дня защиты детей будет проходить праздничное мероприятие. Расскажите немножко о нем, что ждать тем, кто придет сегодня во Дворец спортовидное. Сегодня, начиная с 15 часов, с 15 до 16, будем надеяться, погода нам благоволит и не будет портиться, не будет дождика, то с 15 до 16 во входной группе Дворца спорта на улице будет катание на пони, канистерапия, то, что называется. С 16 до 17 это будет работа интерактивных площадок, именно в игровом зале. Мы приняли в прошлом году решение, что это не должно быть, как на многих наших мероприятиях, фойе, нужен масштаб, дабы привлечь детей к этому масштабу. Это будет все в игровом зале. И с 17 до 18.30 у нас пройдет концертно-зрелищная программа с клубами и воспитанниками Ленинского района. Ведущей будет Илона Броневицкая. И начало всего мероприятия? Начнем мы с 15, будем зазывать людей, приглашать, а именно концертно-зрелищная программа будет с 17.00. Ну что ж, спасибо, что рассказали нам о том, как это все будет проходить. Я напомню, что у нас в гостях был Александр Дмитрашко, директор Дворца спорта Видное. Хочу также отметить, что вход на мероприятие, о котором только что Александр сказал, будет совершенно свободный. Приходите, будет очень интересно. Я также напомню, что сегодня в Ленинском районе стартовала благотворительная акция, целью которой является сбор средств для детей-инвалидов. В ней может принять участие любой желающий. Для этого нужно отправить СМС на короткий номер 3434, написать слово «Помогаю» и указать сумму от 50 до 5000 рублей. Кроме этого, если вы придете на мероприятие во Дворец спорта Видное, там тоже можно будет сделать пожертвование. Спасибо, Александр, что пришли к нам. А мы продолжаем нашу программу сюжетом еще об одной девочке, Лене, для которой также будут собираться сегодня средства. Лене Поповой пять с половиной лет и все эти годы родители не переставали верить в лучшие и делали все возможное, опровергая мрачные прогнозы медиков. При рождении ей говорили вообще, что ребенок умрет до года и нечего даже никаких попыток предпринимать, сделать. После года уже стали говорить, двигательно будет лежать, значит, надо будет вставлять там крючки в позвоночник, конструкция специально, чтобы она сидела. Но когда она сама села два с половиной года, ну, занимались много с ней, тогда уже сказали, вы уже как бы много отобились. В наш прагматичный век люди уже не верят в чудеса, но то, что сделала эта семья, настоящее чудо. Тем более, что даже сами врачи не знали, как лечить ребенка. Ну, и редкий генетический диагноз, даже нет названия ему. Нарушение, ну, да, седьмой хромосомы там в двух местах. И это сказывается так же, вот как нарушение опорно-двигательного аппарата, почек затронута, функция мочевого пузыря и умственная отсталость. Так же, к сожалению, отягощен этот диагноз. Каждый ребенок-инвалид имеет индивидуальную программу реабилитации, в соответствии с которой государство оплачивает процедуры, лекарства и приборы, необходимые для маленького пациента. Но поскольку у Лены очень редкий диагноз, практически все родители оплачивают сами. Двигательная терапия специальная, ребенка учит ползать, все это без боли. Одно занятие 2800 рублей. И сколько требуется? Значит, требуется минимум два занятия в неделю и постоянно. Вот мы занимались полгода. Больше средств нам не хватило и мы прекратили заниматься. Помимо родственников и друзей, семья получает небольшую поддержку от благотворительных фондов. Один из них подарил семье коляску и кресло, которые стали огромным подспорьем в уходе за ребенком. Это кресло так регулируется, что помогает корректировать сколиоз. И поэтому в нем она проводит некоторое время, когда кушает всегда. И играет сам, бывает. Во многом жизнь Лены напоминает жизнь обычного ребенка с определенной поправкой на отставание в развитии. У нее два старших брата, которые тоже активно помогают родителям и заботятся о сестре. Расписание дня типичное для маленького человека. Еда, занятия, игры. Питание по определенной диете. Питается без глютена и без козаина. Это значит, без пшеницы и без творога, без молочных продуктов. Они плохо перевариваются. На этой диете овощи, фрукты, мясо, рыба, каши только без глютеновая. То есть гречка, пшено, рис. И, ну, компоты там. Сладостей никакие нет. Печенье там, все это под запретом. Размеренная жизнь нарушается постоянной необходимостью проходить лечение. В «Видном» нужных специалистов нет и приходится постоянно ездить в Москву. Увы, но службы социального такси в Московской области нет. Вкупе с расходами на лечение суммы получаются астрономические. Три операции уже сделали в ЦИТО на ноги и на позвоночнике, на спинномозге, в Солнцевой. И постоянно мы под наблюдением нейрохирурга, то есть уже 10 МРТ, 10 наркозов перенес ребенок. Как бы это все постоянно, да. И постоянно уролог, нефролог, все, что у спинальников. Плохо функционирует, приходится это все контролировать. С любовью в сердце и верой в душе преодолевая трудности этот маленький человек и его семья каждый день доказывают. Чудо существует. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Для Лены и для других детей, о которых мы сегодня рассказали, и будут собираться, будут собираться средства в ходе благотворительной акции, которая стартовала сегодня в Ленинском районе. Напомню, что принять участие в ней может абсолютно любой желающий. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 3434 и написать слово «Помогаю» и указать сумму, которой вы готовы поделиться. Она может составлять от 50 до 5000 рублей. Короткий номер в течение всего дня будет появляться на нашем канале. В 13.00 мы снова вернемся в прямую, мы снова выйдем в прямой эфир, в эту студию, где будут гости, с которыми мы будем общаться по поводу проведения этой акции. Сегодня мы прощаемся с вами. В этот раз, сегодня утром мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok